Доброго трямса, друзья! Добро пожаловать на канал Андрея Грини и в игрушку Римворлд. Я смотрю, она вам очень зашла. Давненько не было таких просмотров и для меня это даже несколько странно, потому что, ну, вообще нет монтажа, мы занимаемся какой-то фигнёй. Я занимаюсь какими-то раскопками, как на стриме, практически ничего не вырезая и так далее. Тем не менее, вам это нравится. Для меня это было шоком. Так вот, с чего мы начнём. У нас есть персонажик, её зовут Теовальд и я собираюсь поменять ей имя. Звать её будут Рози. Буковку Р мы оставляем, потому что она у нас ремесленник и переименовываем её в Рози. Если я не ошибаюсь, Владимир Волков прислал историю, собственно говоря, появления этого персонажа. Вы мне многие слали истории о Римчике, о вашей игре в Римворлд. Всё замечательно, круто. Некоторые истории мне очень понравились, но этот формат, в котором Валерий Волков прислал, собственно говоря, не одно сообщение, он там ещё про нескольких персонажей писал, наверное, зашёл мне больше всего. И я думаю, что следующих персонажей мы будем именно вот по такому принципу переименовывать. То есть это будут не просто какие-то истории из жизни ваших колоний, что-то вот такое вот связанное с игрой, а давайте мы сделаем так, что вот история появления данного персонажа, какая-то художественная история, вот её именно напишите и вы получите имя персонажа, если именно ваша история мне больше всего понравится. У нас сейчас есть вот такой вот персонажик, вассала, там довольно интересная история её появления, вот кто художественно лучше всех распишет её, ну, может быть, что-то придумает, не может быть, а точно что-то придумает от себя, тот, собственно, и получит вассала. Сразу пишите, как её нужно будет назвать. Что я собираюсь сделать? Если бы я помнил на самом деле, что я собирался сделать... Ой, жесть какая! Так, погодите, а что у нас с едой? У нас есть 23 блюда каких-то, да? Так, компост, первосортное мясо, персик, так, жареное мясо 10 штук. То есть, по идее, нам надо бы пойти поохотиться, плюс нам надо было бы, наверное, заняться какими-то посадками, фермерством. Мне говорят постоянно, что Грини не занимается фермерством. Ребята, Грини занимается фермерством, просто во время стримов, как правило, он до фермерства не доживает. Ну, вот такие вот пирожки с гвоздиками. Так, кто-то мне говорил, что олени, мол, вообще не агрятся. Ребята, давайте посмотрим, может быть, у нас тут есть... О, у нас тут есть олени. Ну, ребят, если сейчас нас завалят, то в этом будет виноват тот человек, который написал, что олени вообще не агрятся. Если они сейчас толпой на меня сагрятся, то виноват в этом будешь ты. Я, честно говоря, не помню, какой ник там у человека был. Так, гости, они признательны за ваше гостеприимство. Результат 31, они снова посетят вас через некоторое время. Чайный напиток 3 штуки. Так, понятно. Еда. Еда пока спит. Еда пока спит. Ну, давайте попробуем вот эту спящую еду завалить. Если сагрится, мне жопа будет. Пока вроде нет. Странно. Ну, на самом деле, ничего странного. Я надеюсь, что так и должно быть. Да, вот этого. Вот этого теперь. Ай-яй-яй. Спрятался. Спрятался козлюк. Блин. Ты олень или козлюк? Есть. Так. Док. Возьми, пожалуйста, эту тушку. И можешь, в принципе, тащить ее на базу от чифа. Мы отправим добить вот этого оленя. И тоже его на базу, пожалуйста. Большое спасибо. Спасибо. И вы удивлялись. Мне там писали, как ты играешь столько времени в игру. Не знаешь таких простых вещей, как запрет строительства. Там, уборку рядом со станками. Ребята, во-первых, ну, запрет строительства. Ну, реально, вот за четыре с лишним тысячи часов я ни разу не пользовался этой функцией. Поэтому ничего об этом не знаю. По поводу уборки рядом со станками, когда ты назначаешь какое-то действие. Этого еще недавно вообще не было. Так что многие изменения в игре происходят вот прямо сейчас, да? И, естественно, я не знаю, что в текущей версии там поменялось, не поменялось. Я могу этого просто не знать. Так. Что у нас? Смотрите. У нас у Рози нету нормальных... Так. И обуви нормальной нету, потому что снегоступы. Это слишком жарко, наверное. И нету нормальных рукавичек. Потому что вот эти рукавицы, которые у нее есть сейчас, они у нас дают общую скорость работы плюс три, да? То есть ни о чем вообще. Да, защиту они дают лучшую. Но лучше мы сделаем кожаные перчатки нормальные. Сейчас Чиф притащит труп оленя и начнет заниматься, собственно. Сделаем эти перчаточки, и у нее повысится скорость работы. Кстати, смотрите. Общая скорость работы 108. Помните, да? 200 с чем-то было. Вот вам, пожалуйста. Не знаю, что это такое. И, собственно, откуда там было 200 с чем-то. Но все нормализовалось. Видимо, какой-то реально глюк был. Так, Чифецкий. Сшей, пожалуйста. Перчаточки для нашей Рози. Чтоб она быстрее работала. А также нам обязательно надо заняться вот вербовкой вот этой красавицы, кстати. Неплохо было бы ее... А покормить не? Она там... Ой, Господи, сытость по нулям. А что происходит? Почему никто ее не хочет кормить? Скажите мне, пожалуйста. Давайте посмотрим по надзору. Вот, кормить пленных. Давайте мы всем сейчас поставим троечку здесь. Говорить пускай мы не будем, но хотя бы покормить. И относить и еду пленникам. То же самое. Везде ставим на троечку. И через контрол закрываем это дело. Кто-нибудь пойдет покормит красавицу, нет? Вот, молодцы. Бедняга. А то она так не доживет нифига. Так, что у нас по пленнику? Ослаблять сопротивление. Можно, в принципе, действительно ставить сразу же вербовку. Я что-то об этом как-то не подумал. Тут, кстати, у нас, смотрите, сложность вербовки 51. А здесь это у нас уже по нулям. То есть уже можно вербовать. Скоро у нас появится новый персонажик, которого можно будет обучать заниматься капониной. Насколько я помню, какой там у нас персонажик-то? Ну-ка, персона. Горное дело с двумя галками. Да, правда, первый уровень, но зато с двумя галками. И, ребят, да, вы мне писали о том, что вот здесь вот есть шахтерская каска. Все замечательно, все отлично. Она действительно есть. Но для ее производства нужно 40 текстиля. И это не просто текстиль, ребят. Это как бы базовый, видите. Тут нет кож. Кожа для этого не годится. Тут всякие ткани, которых у нас, естественно, нету. Поэтому, к сожалению, я ее сделать не могу. Давайте мы поставим ее в очередь. На всякий случай здесь поставим чиф. Как только сможем. Сомневаюсь, что он сейчас что-то сможет. Да, только заправить. Видите, нет у нас такого текстиля. То есть для того, чтобы заниматься вот этим делом. То бишь, собственно, сделать эту каску. Мне необходимо взять где-то текстиль. Самый оптимальный вариант это убить кого-то, да, разобрать одежду. Кстати, между прочим, насчет разбора одежды. А не сделать ли нам где-нибудь вот здесь вот еще одно помещение, в котором мы сделаем разборку одежды с трупов. И сжигание трупов, в принципе. Возможно, что это правильная мысль. Даже не там. Давайте мы, знаете что, где мы это сделаем? Мы сделаем сжигание трупов вот здесь. Снаружи базы. Гринька. Ты знаешь, мне кажется, что это действительно сейчас более важно. Блин, я никогда в жизни в эту гору не закопаюсь, я так чувствую. Потому что мы будем до посинения работать, делать какие-то непонятные вещи совершенно, да. Вот и вот здесь вот. Ну, где-то за пределами. Так, и чтобы он вот сюда не ломился, давайте-ка мы пока отменим вот эти крайние блоки. Пускай он занимается все-таки в первую очередь вот этими булочками. Сейчас мы поставим сюда реально переработку трупов. Сделаем здесь склады и будем... Да, надо одеждой заниматься на самом деле. Так, у поселенца нет инструмента. Но это, как я понимаю, мотыги, да, нету у док? Ну, да и фиг бы ты с ним. Нет? Как вы думаете? Так, здесь у нас какая? Разболоченное место. Блин, хотелось бы, честно говоря, честно говоря, хотелось бы что-нибудь повыращивать. Как минимум нам нужно сено. В принципе. А, нет, у меня есть 208 сена. Вот что. Вот что я хотел давно сделать и так и не сделал. Значит, бочка из досок. Давайте мы вот здесь вот поставим компостеры. Вот это нам действительно нужно. А то у нас компоста... А, у нас компоста нету, да? А зачем нам тогда компостеры? Ой, блин, гни... Ладно, давайте часть отменим, а часть сделаем. Значит, нам надо будет... Вот это можно, кстати, гниль вот эту можно использовать. Да, по-моему? Ну, или жуков каких-нибудь. Во, ребята, у нас появился новый рекрут. Ее зовут Вассала. Так, давайте посмотрим. В первую очередь она будет шахтером, наверное. Тут мы ставим игнорировать. И переименовать я ее буду в соответствии с историей ее появления, которое вы напишите под этим видео. То есть, вот такая вот системка у нас будет. Я думаю, что так будет интереснее, потому что очень много ваших историй прилетает. И я, честно говоря, не могу просто выбрать. Реально, не могу выбрать. Много действительно здоровских историй. Сложно. Очень-очень сложно, ребята. А такая система, когда вы будете описывать появление этого персонажа, его историю, историю его жизни, как он докатился до того, что он к нам пришел. Мне кажется, что это будет попроще. Мне будет попроще выбирать. Ну, и действительно, это может быть интересным. Не знаю. Может быть, мы вернемся к старой системе. Я в любом случае читаю все комментарии, все ваши истории. И если что-то прям вообще достойное, то я обязательно, естественно, это учту. И тоже постараюсь дать вам персонажика. Так, по работе. Давайте мы разберемся сейчас с этим персонажем. Значит, срочный перенос. Здесь мы ставим шестерочки. Работа единичка. Здесь мы ставим по нуль. Хотя, подождите. Здесь давайте мы также поставим вот здесь вот троечки, чтобы кормили хотя бы вновь прибывших. Животноводство убираем. Копание ставим на четверочку. Строительство ставим на пятерочку. То есть, наоборот, относительно того, что было у Гринни. Так, ну а здесь, в принципе, здесь можно поставить по нулям. Убрать вообще это ремесло. Потому что, ну, не ремесленник он, мягко говоря. Точнее, она. Так, вассала-сказительница. Ох ты, ешкин ты матрешкин. Так она должна быть охренеть какая, да, всего пятерочка. Я думаю, она там просто офигеть красава. И здесь можно, в принципе, в принципе, можно было сделать копию для Гринни, да. Вот снаряжение Гринни. Ну, ладно, давайте мы просто сейчас создадим новое. Назовем вассала. Вассала-масала-масала. Масала, чай такой есть. Так, шоковые гранаты. Не, никаких гранат. Короче, пока мы ей даем кирку, молоток и бинты, которых у нас нету. Кстати, насчет бинтов, мне кажется, стоит их сделать. К тому же мы это вполне можем себе позволить. Так, вассала выбираем. Есть у нас там кирка с молотком. Ни того, ни другого у нас нету. Значит, все это дело надо будет сделать. Кирка и... Так, подожди, а молотка у меня здесь вообще нету, что ли, в производстве? Ну, ты молодец, красавчик. Что-то я вообще найти не могу. Вот, молоточек. Сделаем одну штучку. Мастер, естественно, чиф. И здесь надо посмотреть из чего. Ну, сверхпрочные мы, естественно, делать не будем. И железобетона мы тоже делать не будем. Как-то вот так вот. Кирка и молоток. Давай, чифецкий, потом поспишь. Изготовь, пожалуйста, нам инструмент, а то бедняга... Кстати, смотрите, она еще и ремеслом умеет, да? Умела. Не, у нее на самом деле навык седьмой. То есть она, в принципе, неплохой ремесленник. Но дальше она продвигаться не будет. А вот по горному делу, смотрите, у нее трудолюбие. Общая скорость работы плюс 20%. И быстрая обучаемость. Эффективность обучения плюс 75%. То есть она должна научиться прямо с реактивной скоростью. Кстати, погоди. Ага. Ага. Я не понял. А кожаные перчатки-то куда отнесли? И что меня мучают смутные сомнения? Рози, на тебя что сейчас одето? Что он сделал с кожаной перчатки и разобрал их? Есть такой шанс на самом деле. Так, Чефецкий. Быстренько, быстренько. Не, подожди секунду. Ты не можешь сделать... А, ты уже сделал. И кирку молодец. Значит, вассала взять молоток и взять кирка. А еще у нас есть проблема с одеждой, с кроватью. Куда же тебя поселить-то? Ну, давай мы тебя пока поселим вот сюда. Значит, для гостей убираем. И сюда мы сажаем вассала, которая у нас шахтерша. И которая у нас ждет, когда же ее переименуют. Дадут ей какое-то новое имя. Так. А еще нам надо сделать как минимум две... Подожди. Вассала, а у тебя, кстати, что там? Вот кто! Вот кто у нас рабочие кожаные перчатки-то притырил. Молодец, красава. А еще мне что надо? Мне нужна туника. Подожди, где там туника-то? Мне говор... Подожди, а я что-то забыл. А где она реально? Вот здесь, по-моему. Вот, да, крестьянская туника. Офигетительная фигня. Короче, вот для вассала можно будет ее сделать вполне. Перчаточки есть? Шедевр еще вдобавок. Так, а вот тунику, кстати, крестьянскую тунику, давай-ка здесь... А то там уже Рози собралась что-то делать. Забудь! Забудь! Этим у нас занимается исключительно Чефецкий. А Рози... Рози, ты, пожалуйста, возьми сейчас вот эти шедевральные перчаточки. Давайте мы сейчас посмотрим по цифркам. Рози 99. Кстати, вассала 109. Нехило, да? Так, 99. Опа! И сейчас мы смотрим. Рози 104. Как видите. Рози, а что на тебя одето? На тебя одета какая-то фигня. То есть, утепленная рубашка и шерсть. Но если я на тебя одену тунику, и слетят штаны. Будешь без штанов. Так, а что там у нас? Крестьянская туника. А, что-то я не понял, что он сейчас доделывает вообще. Итак, вот она, да? Крестьянская туника. Вассала, пожалуйста, надень крестьянскую тунику. Потому что она просто-просто божественна. Общая скорость работы плюс 7. Вмещаемый объем плюс 12. Это вместо обычной туники, которая на ней сейчас одета. Ой, вместо... Не, подожди. Где у нас? Вассала, вот. Вместо вот этой фигни. Туники и шкуры пантеры, которая, в принципе... Видите, она дает одни минусы. То есть ничего полезного в ней нет. Ее надо будет сразу, кстати, разобрать. Нафиг. Так, а что ты делаешь рабочей перчатки? Отлично. Значит, что у нас по цифрам получается? У нас сейчас получается вассала 110%, ребята. То есть скорость работы 110%. Сейчас я думаю, что она вполне сможет помочь. Да, пошла уже помогать Гринявому с работой. И я думаю, что она очень быстро должна будет прокачаться до следующих уровней. Как видите, я думаю, что вот сейчас она уже получит третий уровень. Ну и дальше пойдет по нарастающей. То есть у нее сейчас скорость обучения плюс, значит, 150%. Плюс 75% дается за ее вот эту вот быструю обучаемость. И еще и скорость работы увеличена. Вообще огонь. Просто огонь. Короче, здесь мы сделаем сейчас, наверное, переработку. Так, солнечные батареи, что? То есть уже солнечники у нас есть. А я до них еще даже близко не дошел. А они нам вообще нужны, интересно? Нет? Ну, давайте мы сейчас в механику пойдем. Конвекционку на всякий случай зацепим. Улучшенную обработку. И, наверное, металлургию. Блин, столько всего вкусного. И огнестрел уже по трошке начинать делать. Ну, ладно. Короче, по плану у нас переработка трупов. В любом случае, от этого мы отказываться не будем. И заодно убираем отсюда все вот эти булыжнички. Пускай их тоже отсюда убирают переработки. О, молодцы. Красавцы. Так, значит, здесь у нас линия обороны готова, да? Да. Какая-никакая она у нас есть. Даже, блин, коврик лежит, чтобы кровь сюда не носить. Во внутрь базы. А еще можно, в принципе, часть, блин. Я даже не знаю. Понимаете, разделывать на мясо людей это плохая тема. Но из чего же нам делать? Есть ли тут где-то жуки? Было бы, на самом деле, даже неплохо. Какое-нибудь мясо-насекомое где-нибудь раздобыть. Опа! А, вот и, блин. Ребята, я для вас еще не успел сделать разделку. Ну, твою ж мать. Вы не можете как-нибудь это повременить? Нет? Ладно, давайте, значит, ставим ограничения всем база. Питомцы... А, питомцев у нас нету, слава богу. А, так значит, все, всем база. Всем тупо база и все нормально. И встречаем клиентусов. Причем нам надо... Ну, в принципе, им особо больше некуда идти, ребят. Им больше особо некуда идти. То есть, чиф, док, грини у нас с арбалетом. Охренеть не встать, какой мастер боя. Рози. А, у тебя лук есть. Отлично. Давай, тоже подтягивайся куда-нибудь вот сюда. И вассала у нас, ну, может, кому-нибудь кирку в голову воткнуть. Но это будет, наверное, не самый лучший выбор. Так, значит, у вас все снаряжено. Отлично. Не знаю, будем ли мы кого-то... Ну, сейчас посмотрим. Может быть, мы еще кого-нибудь завербуем. Будет замечательно. В любом случае, нам надо больше золота, чтобы построить этот сраный зигурат. То есть, пяти людей нам, наверное, не хватит. Нифига. Ну, что делать? Что делать? Короче, потихонечку, полигонечку будем расти. На самом деле, медленный рост мне нравится больше, чем то, что происходит на стримах. Потому что я хотя бы... Хотя один фиг я не успеваю комнаты новые сделать. Но все-таки у нас есть как-то больше времени. Блин, кто булыжники не убрал, сволочи? Давайте мы сейчас док поставим неприцельный выстрел. И в первую очередь, наверное, надо... Опа, да. В первую очередь, надо убирать козапасов, которые у нас с луками. Потому что они самые, сука, опасные. Сдохните, твари. А ты давай займись вот этим товарищем. Ну, и... Смотрите, я думаю, сейчас луки начнут ломать. Так, ты как там, умирать собираешься? Нос отстрелили, чуваку. А гранат у вас нету с собой? Вот прямо сейчас нету? О, есть. Бомбическое дело. Какое бомбическое... Давай вот сюда вот закидывай. Подарок. Ой. В смысле пожар? Блин, вот он палку-ковырялку сломал, гаденыш. Вот этого козапаса снимай. А мы давайте продолжаем развлекаться. В принципе, мы тут можем реально поразвлекаться с гранатами. Нас ничего не парит здесь. А вот, вот, пожалуйста, двери ломать не надо. Не надо ломать двери, сволочи. Вот засранцы, а. Ну, давай еще одну гранату закинем, чтобы уж совсем им похороше... Лишняя была гранатка. Так. Ну, сейчас посмотрим, кто у нас где сдохнет, кто у нас где останется. Может быть, еще кого-то завербуем. Окей. Значит, вы все свободны. И давайте мы проверим сразу тех, кто у нас здесь лежит. Персона. Праздность. Это что такое у нас? Праздность. Это минус 35 скорости работы. Извини, чувак, ты умрешь. Страсть химии. Аллергик. Вообще. Без вариантов. Этот. О, ё. Жадный, конечно. Пси. Чего? Психрофил. Предпочитает холодный климат. Он будет жаловаться меньше, чем другие, когда будет холодно. Но это не так плохо, на самом деле. Смотрите. Шестой ремесленник. С двумя галками. Самое главное, это галки. О, галки, конечно, клево, но вороны тоже ничего. Слушай, а вот эта девочка, три часа, короче. Три часа у нее есть на то, чтобы сдох, в смысле выжить. Давай захватываем. Захватываем эту красавицу. И вообще, господа, хорош ломать мои стены. Подожди, вы же... А, стопэ. Стопэ. Чего-то я погорячился. Это же, там же две атаки-то, ребят. Там две атаки. А я уже всех взял и отпустил. Рози. Так, у тебя лук, вот иди сюда. Но, деточку-то хотелось бы, на самом деле, захватить себе. Поэтому сейчас попробуем быстро метнуться док, захватить эту тетку и свалить обратно. Так, ну-ка. Гринявый арбалет. Неприцельный выстрел. Есть, молодец. Дверь, главное, чтобы успели закрыть. Не успеют. Как пить дать, не успеют. И тут еще перезарядка. А, нет, смотрите. Нормалды, нормалды. Красава, красава. Замечательно. Вот только вот, деточка с луком здесь вот вообще мне не радует. Так, док, быстренько лечи давай вот эту красавицу. А мы давайте, давайте отступим немножко назад, чтобы они отошли со своими луками. А, так они все. Они больше не хотят с нами воевать. Хотя не все. Некоторые продолжают зачем-то ломать двери. Вот ведь гады, а. Что у нас тут? О, ё-моё. Правда, это же на ненависть. Но, с другой стороны, блин, ребята прикольные приходят. Мне нравится. Все, ребят, мы отделались даже нелегким испугом, в принципе. Очень даже нормально всех сложили. Единственное, что тут вот у нас есть некоторые проблемы. Сжигают нам. Ну, пожалуйста, пожалуйста, Чефецкий, давай, успей, пожалуйста, потушить все это дело. А палку, да, палку сломали. Увы, ях. О, дымалисты нашел, красавица. Короче, давайте, значит, добьем всех этих бакланов, потому что они нам уже, в общем-то, это и не нужны. И перенесем все нужное, не нужное куда-нибудь на базу. Будем осваивать бюджеты. Так, игнорировать. Вперед. Как у нас тут красавица поживает. В общем, вот, ребята, у нас есть еще один клиент, для того, чтобы вы могли написать историю. Это тоже женщина. У нее раздроблен нос. В остальном, как говорится, все неплохо. Неплохо стреляет, да. Фанат истребителей детства. Трансформеров и всей фигни, да. Короче говоря, пишите вашу историю для этой дамочки, и, возможно, она станет ваша. То есть, вы сможете дать ей имя. Так, ограничения мы сняли. Все, все нормально. Нет места на складе, да, для боевого топора. В смысле? Вот, кстати, боевые рукавицы. Давайте мы тоже их вот сюда пропишем. Боевые рукавицы, чтобы их тоже разбирали по-быстрому. Боевые сапоги, кстати, туда же. Боевые перчатки. Это гуно нам не нужно. Так, а что ты там таскаешь-то? Красавец. Ага. Куча, куча всего, да. И мы здесь, насколько я помню... Где-то я тут выделял, да, плавить оружие на металл. Ну, вроде, вроде да. Давай попробуем сейчас избавиться здесь от всякого ненужного хлама. Блин, ну почему? Вот можно ли как-то отключить вот эту тему, которую добавили не так давно, когда он убирается перед тем, как начинает заниматься разборкой там оружия и так далее? Не самая лучшая тема. Так, боевой топор из стали. Давайте посмотрим, что мы тут можем вообще еще такого переработать. Боевой топор. Да, боевой топор, пожалуйста, устраните тоже, потому что он нам не нужен. Не буду я никого вооружать. Так, еще какое-то количество ресурсов мы с вами таким образом получили. Кожа рептилий. Кстати, спасибо, да, что с игуаны тоже падает кожа рептилий. Это полезная информация. Так, нужны материалы. Нужны материалы. Подожди, ну вот, ты можешь перенести вот эти перчаточки. И куда ты что понес, скажи мне? Красавчик. Молодец какой, а. Я всего лишь хотел вот сюда перенести эти долбанные перчатки, чтобы сразу же заняться переработкой. Но нет. Ах, господи. Зато мы можем переработать всякое оружие. Там мечи, топоры, вот топорик давай тоже тащим. И надо будет сделать какой-то склад под текстильку, потому что, видите, кожу уже тоже реально складывать некуда. Также, подожди, а хладокамень у нас... А хладокамень у меня откуда? А! Не, да, не. А, точно, здесь же был хладокамень. Что-то я туплю. Так, красавица, как ты себя чувствуешь? Ты что-то как-то ворочаешься, бедняга? Ладно. С ней мы разберемся. Так, 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 так. Вот этих товарищей уже неплохо было бы переработать по-другому совершенно, да? То есть всю эту одежду переработать. Для этого нужно будет еще одно помещение, наверное, где-то вот здесь вот делать на переработку одежды, чтобы таскать уже вот не в один сундучок какой-то, а так глобально, глобально сделать целый цех. По переработке одежды. Так, рваная одежда, Грини, Рози. Грини, а что на тебе там рваного-то такого? А, ну понятно. Койф. Хотелось бы... Блин! Да ладно! Да вы при... Да что такое? Три атаки теперь. Что-то... Что-то прямо они жгут. А что случилось-то такое? Я что, внезапно какое-то, не знаю, наследство получил, что ли? Что все внезапно начали ломиться к нам в гости? Что я такого сотворил-то? Ну, часть пойдет точно вот здесь, скорее всего. Точно, скорее всего. Ладно, сейчас мы подойдем. И смотрите, у нас у вассала есть возможность тоже взять себе в руки... Так, стрела металлическая. Ну да, давайте мы сейчас для вассала в назначениях тоже поставим какой-нибудь лук. Какой-нибудь такой лук. Где у нас тут лук? Мощный лук. Отлично. И любые боеприпасы в количестве там 50 штук. Все нормально? Подожди, еще раз. Да, лук, боеприпасы, все есть. Итак, значит, взять мощный лук. Подожди, а это что у нас? Мощный лук 76%. Вот, давай ты вот этот вот возьмешь. И возьмешь... Да, стрелы ты тоже взяла. Молодец, красава. Вставай сразу вот туда тогда. Не, лучше вот сюда спрячься. Рози куда-нибудь там рядышком. А Чиф с Док у нас встают, соответственно, где-нибудь вот здесь. Вот и Грини тоже. Во всем этом прикрываю вас я, бригада. Так, Чиф, кстати. Ты успеешь пожрать что-нибудь? Съесть простой салат? Я думаю, что ты успеешь. А то бедняга голодный реально. Тан-дан-дан-дан. Так, подкрадываются уже тут вражины в количестве трех штук. И причем один с арбалетом. Неприятно. Неприятно, но не смертельно. Будем подпускать поближе. А главное, у нас есть гранаты. И это замечательно. И это прекрасно. То есть, если будет прямо какая-нибудь масса людей к нам ломиться, то мы их гранатами нахрен закидаем. Да и все. Так, что там у нас? Подходит? Слушай, ну вот здесь вот один вроде как всего собирается к нам идти через задний проход. А вот остальные у нас пойдут по ходу дела вот здесь. Ага. Одна тусовка решила свалить от нас. Не успела. Чуток не успела. Я думаю, что да, вассала сейчас разберется вот с этим вот. Чуть-то, блин, заджек воробей в женском обличии. Реально похож. Так, давайте-ка мы сейчас отвалим опять отсюда. Что там у нас по потрошкам-то? Можно как раз успеть перезарядиться. Подходите, господа хорошие. Будем с вами разговаривать. По-мужски. Хотя, может, и не особо по-мужски. Да ты, да ладно! Ну что такое-то? О! Так. Понятно. Ядовитую стрелу получила. Снотворная незначительная. А тут не написано, через сколько она нахрен вырубится с этого снотворного. По всей видимости, такой информации нам не дадут. Все, выходим. И разбираемся вот с этими вот балбесами, которые опять хотят ломать. Что ж такое-то? Что за вредительство? Значит, давайте на Shift-5, ой, на Shift-6 сохраним вот это положение вещей. Так. И на 7-очку, на Shift-7, наверное, вот это положение, чтобы в ручном режиме постоянно их не звать. Так, все, да? Все. Здесь вроде бы тоже у нас разобрались. А, погоди, тут вторая, да, подваливает? Ох ты, засранка какая! Погоди, а этот товарищ... Этот товарищ скоро вырубится, как мне кажется. Есть такой вариант. Нажимаем просто на 6-очку, и они занимают места, согласно купленным билетам. Теперь на 7-очку, и они уходят. Так, смотри, хитрый Dark, Dark Light. Так, опять выходим. Опять 6-очку. Отовариваем. Бум. Бум. Еще бум. Давай, 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 вот этого. Все. Вроде бы все решили сбежать. Ну и отлично. На самом деле, нам совершенно не надо такое количество трупов. Мы еще даже помещение не выкопали, для того, чтобы этих трупов где-то складировать. Это серия у нас такая, получается много махача. У нас на стримах, по-моему, меньше получается махача и атак, чем получается здесь. Хотя здесь у меня вообще сложность, вызов. Я же лоханулся, и, к сожалению, теперь Рэй не поставить. Ой, Рэй, пекло не поставить. То есть, сложность, к сожалению, я тут пытался как-то с этим поиграться, настройки рассказчика. Здесь, как видите, максимум. То есть, нельзя поставить... Зачем вот это вот ввели, вот этот долбанный кошмар? Раньше было просто, выбираешь пекло и все. И все. Так, механика у нас готова. Замечательно. Грини, а что ты там делаешь? Ты занимаешься починкой амбразуры. Окей. Ребята, вам бы заняться сейчас не починкой амбразуры, а выкапыванием как можно быстрее. И еще один момент. Правда, они опять, скорее всего, это дело сломают. Давайте мы новую палку-ковырялку поставим для наших ребяток. Грини, давай, займись. А то мало ли кто-нибудь попрыгать захочет, а не на чем расстроиться. Доски есть, все есть. Так, погоди. Васала. Васала у нас спит. Ей бы еще эффективный сон, было бы вообще шикарно. Смотрите, уже четвертый, кстати, уровень копания. Вообще супер. Ну, реально, реально прикольный колонист. Даже в чем-то, наверное, по обучаемости-то он круче, чем наша основная звездобратья. Так, что у нас тут? Трубка. Трубка из дерева. Вот на самом деле, вот эти трубки, вот эти трубки тоже вот все сюда. Я не уверен, но, по-моему, они не разбираются. По крайней мере, раньше все, что касалось дротиков, нифига не разбиралось. И в этом была большая проблема. То есть, захламлялись у нас склады и ничего не разбиралось. Так, что у нас по еде, ребят? По еде у нас теперь проблемы. Нет, к кабанчикам мы не пойдем. Мы помним, что они делают с тиграми. Ой, да. Опасно. Так, изменена черта характера. Отлично, становится оптимистом. Был сангвиником, имел очень хорошее настроение и стал, сука, оптимистом. Гениальный баг, который не могут исправить уже черт знает сколько версий. То есть, сангвиник плюс 12 настроение, оптимист плюс 6. Теоретически, если персонаж, не имеющий навыка оптимист, постоянно находится в хорошем настроении, то типа того из-за этого он становится оптимистом и получает навык плюс 6. Но если у человека настроение, особенность характера сангвиник плюс 12, он тоже становится, ну, как бы, постоянно в хорошем настроении. И он тоже получает навык оптимиста плюс 6 вместо плюс 12. Отличный результат хорошего настроения. Сволочи По-другому не назвать Ну что происходит Скай, исправь, пожалуйста, как-нибудь На это жаловались уже Вообще даже не помню когда Черт знает когда жаловались На этот долбанный баг Если сейчас олень не сагрится Так, не, погоди Не надо, командную охоту не надо Так, ладно, с этим разобрались Еще одного, пожалуйста Еще одного Да что ж вы Чефецкий, иди добивай А Докецкий, тащи на базу Оленьиху Так Молодец, краса Какого черта ты тут таскаешь Всякие трубки из дерева Пускай она там лежит, гниет Короче, сейчас мы сделаем себе пожрать Потому что еда у нас заканчивается И этим у нас займется Чефецкий Как только дойдет до базы В общем, получилась опять Относительно бесполезная серия В которой я делал много всяких планов И опять мне игра Сказала Ну, Григеев Ты, конечно, извини Ну, а хрен тебе Не будет вот того, что ты там планировал Не планировал Какие нафиг разборки одежды Какие нафиг сжигания трупов Нет, ты будешь воевать с рейдами Зачем? Непонятно Но будешь Так, стопэ Кто-то там что-то жрет сырое Это я просто слышу Реально слышу прямо вот отсюда Да ты прикалываешь Нифига он просыпаться отказывается Нет, давай ты быстренько готовим мясо Во, красава Нам нужен другой повар Потому что сейчас мы используем ремесленника Реально, как повара Это неправильно То есть нужен прямо вот профессиональный повар Но это, наверное, может немножко подождать Так, вот это мы дело сейчас с вами выкопаем Давайте мы сразу здесь поставим На всякий случай стеночки Так, что у нас больше всего мрамора Ну не из стали же У нас больше всего стали на самом деле Но будем делать мы из мрамора Дверь из досок сюда Вот так вот И здесь мы будем переработку трупов делать Можно было бы просто поставить тут станок Но, во-первых, его бы стали ломать регулярно, да? А во-вторых, пробегая вот здесь Будут видеть трупы, которые здесь будут на складе И у ребят будет портиться настроение Что нам, естественно, тоже как-то не с руки Грини красавец И давайте мы немножко Так как у нас переработка, ведь она большая Давайте мы ее немножко утопим Вот здесь вот в стену На одну хотя бы Даже можно вот так вот На две клетки мы ее утопим в стену Так, еда у нас есть Еда у нас... Ну как-то мало Слушай, что-то как-то вообще мало 42 мяса Вроде трех оленей у хайдакали А мясо-то всего 13 единиц То есть на самом деле это вообще не алло Поэтому придется сюда отправлять чифа Пока там Грини занимается... Продолжает заниматься раскопками Мы отправим сюда чифа И вольнем еще парочку оленей Так, стрелять Офигеть! Олень какой-то железобетонный Как так-то? Это же экспансивный патрон Там на входе маленькая-маленькая дырочка На выходе там, блин, я не знаю Скулак дырень Там внутренние органы должно выносить Блин, просто кусками Фаршем Но нет Очень странный эффект на самом деле Так, чифецкий, давай тащи И док сейчас, наверное, тебе поможет Док, ты чем заняешь? Исследуешь? Нет, давай ты сейчас понесешь оленя Потому что исследование это замечательно Но это не самое нужное Что нам сейчас нужно Да Еда нам нужнее И надо будет огородом тоже заниматься Но с огородом тут сложнее У нас вот единственное место Где мы можем что-то сажать Но у меня даже, по-моему, технологии-то еще не изучены особо Надо наторговать каких-нибудь семян Вроде бы, вроде бы Погоди, а семена? У нас вот семена яблони есть Семена персика есть А семян картошки у нас нету, да? По-моему, нету Семена кормовой травы Так, зверобоя Сатанинского грива Кстати, зверобоя Это же лечебная трава, по-моему, да? То есть Относится к лечебным травам Как я понимаю То есть С них можно делать Во-первых, ядовитые стрелы А во-вторых, примитивные аптечки Вот Гринис вассалы Имеют шанс На самом деле Сойтись Потому что Я сказал Имеют шанс сойтись Потому что Они работают в одном и том же месте То есть Оба шахтера Видите Общаются между собой Есть большой-большой шанс Так, социум Чифт, так, так, погоди А где у нас вообще? Вот вассала, да? 22 35 Слушай, их надо срочно Отправлять копать вместе Тогда они перезнакомятся Короче И будут жить вместе Будет у них хорошее настроение Конвекционная энергия первая Так, ладно Давайте мы Закончим Эту серию На том, что мы сделаем сейчас Вот здесь Вот этот Останочек Нет, во-первых Мы давайте сделаем На самом деле здесь плитку Сначала под этим станочком Мы сделаем плитку Поэтому отменяем вот это Тащим сюда Грини Грини вперед Собирай Просто под ним По-моему Потом будет проблематично Сделать полы Если мы построим Не их, в смысле, его Есть контакт Теперь мы делаем сюда Вот этот вот горн Тоже из мраморока Грини Вперед Работать И здесь мы делаем Парочку складов Все традиционно На стримах Это уже все Неоднократно у нас было Значит, первый склад Это у нас Трупы людей Любых людей Значит Кроме поселенцев Все остальное Тащите сюда Свежее гнилое Без разницы Сюда значит Что А Сюда еще Знаете что Сюда еще Свежее гнилое Тоже без разницы Насекомых Но За исключением Антиса И Так Жука Гнаулер Нет, жука Давайте перерабатывать Гигантского краба Тоже сюда Не надо тащить Скорпиона Не надо тащить Просто вот таких Вот больших товарищей Мы их лучше Переработаем На мясо Как бы Ну да На мясо И с него сделаем Уже удобрение В общем Значит Свежее гнилое Сюда И вот сюда Вот мы ставим Только гнилое То есть свежее Запрещаем И абсолютно Вообще Любые трупы Опять таки Кроме поселенцев Вот так вот Чтобы все гниль Тащили сюда Таким образом Мы с вами Избавимся От всех трупачков Которые Будут нас здесь Преследовать Так Кстати Вот это можно уже Разбирать Подожди А кто у нас Вассалы умеет Да Давай Вассалы Иди разбирай Они вообще На самом деле Идеальная пара Потому что Они оба строители И оба шахтера То есть Прям вообще Просто Просто Идеальная пара У них есть О чем поговорить Хотя с другой стороны Говорят что Противоположности Притягиваются Так Ну правильно Чтобы было Кому там Зараскодяем Что нибудь Да Кто же будет В квартире убираться Если оба Раскодяем Как то так Голодные твари Кто там Голодные твари Мухи Отлично Просто Блин Просто Великолепно Ой Ладно Ребят Наверное На этом Мы с вами Будем заканчивать Напомню вам Что Вассала У нас Разыгрывается И чтобы Получить Этого персонажа И кстати Еще тут у нас И Боуман Надо написать Историю Их появления В колонии Историю Их жизни Возможно И вкратце История появления В колонии Вот На таких условиях Я буду Собственно Давать имена Колонистам Ну И на этом Мы с вами Прощаемся Если вам Понравилось Это видео Обязательно Ставьте лайк Подписывайтесь На канал Если еще Не подписаны Ну и Хорошего настроения Хорошего продолжения Праздников С вами был Гриний Всего доброго Всем пока И отличного настроения Пока Пока Ребята Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует